Сотрудники областных и городских министерств, управлений и иных ведомств, всего 130 человек, приняли участие в первом Кубке губернатора Омской области по ГТО. Состязания проходили в два этапа. Первый состоялся в апреле этого года в Манеже Сибирский нефтяник, второй – 1 декабря в физкультурно-оздоровительном комплексе на Конево. 20 с лишним организаций собрали свои команды в надежде заполучить престижный трофей. Инициатором проведения Кубка выступил глава региона Александр Бурков. Кубок губернатора проводим по комплексу ГТО. Это важно. Это важно то, что сотрудники органов исполнительной власти, и не только те, которые отвечают за развитие этого направления в регионе, но и все чувствуют свою причастность. И с нашей точки зрения только человек, который сам личным примером может увлечь, показать, сагитировать, заниматься этим, то только можно тогда достичь какого-то результата. На сегодняшний день, наверное, это действительно такой индикатор очень серьезный, который нужно и такими мероприятиями в том числе раскачивать. Потому что, наверное, еще не совсем все люди понимают о том, что регулярные занятия физической культурой и какими-то видами спорта действительно полезны, действительно приносят пользу, действительно как-то мотивируют людей просто для нормальной работы повседневной. Состязания во втором этапе проводились в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров, в плавании на 50 метров и поднимании туловища из положения лежа на спине. По результатам первого этапа в общем зачете лидировали команды Минспорта и Главного управления региональной безопасности. Для нашей команды и для меня в частности это уже второй этап. Первый этап у нас был в апреле. Долго ждали, конечно, этого мероприятия, все готовились. Все равно служба службой, а спорт спортом. Поэтому с большим энтузиазмом и желанием команда вся приняла участие в сегодняшнем мероприятии. Команды выполняли испытания практически на равных и разрыв был минимальным. И все же первый кубок достался команде Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. Второе место занял коллектив администрации города Омска. А замкнули тройку сотрудники Главного управления региональной безопасности. Команда наша, конечно, была сплоченная. И, естественно, нам хотелось показать результат и выиграть. Но немножко победа для нас была неожиданной. Потому что очень много было именно равных команд, которые готовились к кубку губернатора показать высокие результаты в плавании, в беге, в прыжках в длину. Было много испытаний. Поэтому я хотела бы отметить особую благодарность на нашей команде, которая сплоченным дружным коллективом завоевала первое место. Также Елена Боцевич отметила, что заинтересованность коллег из областных и муниципальных ведомств в занятиях физической культурой в последнее время сильно повысилась. Чему, кстати, немало поспособствовали соревнования по комплексу ГТО.